Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня пятница, 17 апреля. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Наш первый собеседник Алексей Преображенский, начальник государственно-правового управления администрации губернатора Ульяновской области. Он еще раз напомнит о правилах личной безопасности в условиях распространения коронавируса COVID-19 и новых дополнениях, недавно внесенных в указ губернатора Сергея Морозова. Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов подписал очередные изменения в указ о повышенной готовности. И вступают новые требования для тех, кто прибывает на территорию Ульяновской области из других субъектов. В частности, вводится обязанность для граждан, прибывших на территорию Ульяновской области, железнодорожным, авиатранспортом или автомобильным транспортом. И посещавших уже после 30 марта 2020 года, то есть требования уже и для тех, кто прибыл, обеспечить режим самоизоляции на дому. В течение 14 дней. Кроме того, предусматривается у нас возможность пройти анализ на наличие COVID. То есть, если наличие COVID не подтвердится, режим самоизоляции можно не проходить. Но я сразу отмечу, что соответствующая норма о тестировании, она вступит в силу, когда появится техническая возможность. Это произойдет, ну, дней через 5 буквально. Потому что сейчас мы понимаем, что для того, чтобы тестирование проводить, нужно систему лабораторий создать. Работа уже завершается в этом направлении. То есть, любой, прибывающий на территорию нашего региона, может пройти вот этот эспресс-тест на наличие COVID в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Буквально 20 минут занимает. Сразу будет результат. А если результат будет отрицательный, то вопрос самоизоляции никакой не будет. Если, соответственно, положительный, он уже помещается в любом случае на самоизоляцию. Это по желанию гражданина. Конечно, это будет делаться за счет региона. Посты тоже также будут формироваться по автомобильному транспорту. Я сразу хочу сказать, что речь не касается транзитных грузов в провозке или проезда транзитного через территорию региона. Указ президента в этой части четко запрещает субъектам закрывать границы, либо ограничивать проезд транзитного транспорта, особенно торговых грузов. То есть это личный транспорт, человек едет на территорию Ульяновской области, или человек прилетел, или приехал поездом. Неважно, по каким он делам приехал, по работе, либо к родным. Пока тестирования нет, абсолютно точно он должен самоизолироваться. Ему будет вручаться уведомление с отрывным талоном о том, что он подлежит самоизоляции, с памяткой, как самоизоляция должна будет проходить. И он должен выбрать. Либо он будет по месту проживания, либо в какой-то гостинице, если он там становится. Ну или если уж человек решает остаться, и у него нет возможности где-то в другом месте, это обсерватор. Они у нас есть. Конечно, огромное количество людей возвращается на территорию региона. Там до полутора тысяч было за прошедшую неделю. С учетом карантина в Москве тоже многие не работают. У многих деятельность ограничена. Все собираются к родным, близким на это время. Но с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Москве мы видим, какая она. Безусловно, необходимо, чтобы эти люди побыли на карантине. Позиция органов власти Ульяновской области, она лояльна к своим землякам была. Достаточно большой сейчас был период времени предоставлен, чтобы они без всяких ограничений вернулись. Мы видим такая же ситуация и на уровне Российской Федерации, когда всем нашим землякам была предоставлена возможность возвратиться. Но мы не закрываем, естественно, границы. Но с учетом, что у нас вверх количество случаев растет, к сожалению, мы должны и эти меры принимать тоже. Штрафы, они такие же, как из нарушения режима самоизоляции. Для того, чтобы обеспечить самоизоляцию в Федеральном кодексе административном, существует статья нарушения нормативно-правовых актов, в том числе региональной власти, при введении режима повышенной готовности, который у нас введен сейчас. И, соответственно, для первого нарушения штраф, начиная от предупреждения, до 30 тысяч рублей. В зависимости от того, что было сделано. А по второму уже до 50 тысяч рублей. И я хочу сказать, понятно, что у него уже режим самоизоляции, но у него также есть, соответственно, возможность, в том числе и за покупками будет сходить в ближайший магазин. Но вот если он целенаправленно будет гулять, попадется такой гражданин, он, безусловно, будет привлечен к административной ответственности. Составлен протокол, а рассматривают дела об административных правонарушениях мировые судьи. У нас было в те выходные, например, уже несколько случаев составления протоколов в районах, в частности в Корсунском, в Новоспадском районе. Нарушение режима изоляции выявлялось тем, что в выходной день в публичном месте молодые люди совершали действия, ну, никак не связанные с самоизоляцией. Гуляли массово спортом, занимались и на предупреждение правоохранительных органов, и их реакция свидетельствовала, ну, объявленному неуважению к обществу. То есть ни у кого самоцели нет ни у правоохранительных органов, ни у других участников административного судопроизводства просто наказать тех, кто нарушает. В первую очередь это профилактическая работа, но когда человек своим действием показывает явное неуважение к закону, отказывается выполнять законные требования, в том числе и работников правоохранительных органов, это запрещено. При этом никто там не мешает вам выехать, например, на дачу. И на своем транспорте, и общественный транспорт работает. Но здесь необходимо при этом самоизоляцию уже соблюдать в пункте, куда ты прибыл. Указом губернатора внесены изменения и установлены дополнительные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. Обязанность по ношению масок по социальному дистанцированию для граждан, в первую очередь в торговых объектах, в объектах оказания услуг, в публичных местах. Что это значит? Многие всегда задаются вопросом, защищает ли маска. Все, конечно, зависит от уровня защиты маски, но речь идет о здоровом человеке. Если человек больной, в том числе ОРВИ или коронавирусом, и у него будет надета маска, то на 99% при соблюдении социального дистанцирования он не сможет заразить другого человека. Есть случаи, когда человек даже не знает, что он больной. Поэтому при соблюдении вот таких требований возможность заражения сводится практически к нулю. Вот почему важно, в том числе и здоровым людям, носить маски. Это, конечно, уважение в первую очередь и к себе, и к своим согражданам. Это нужно выполнять. С учетом того, что не поставишь контролера каждому гражданину, дело в первую очередь самого гражданина, закону соблюдать, было принято решение. Владелец помещения соответствующего, торговой точки, бизнеса, сферы оказания услуг должен контролировать на веренной ему территории соблюдение этих ограничений. То есть не должны пускать в магазин тех, кто находится без масок. Или продавать, если уж он прошел. Я понимаю тоже торговые точки. У нас граждане разные бывают. Кто-то принципиальную позицию занимает. Мы понимаем, что охранники, службы безопасности, магазины, она не может задержать этого человека. Не может ему воспрепятствовать. Но ты же можешь тогда не продавать товар такому человеку. Основная часть покупателей, 70-80% в масках. Это не может не радовать. Но указ уже вступил в силу, его надо соблюдать. И торговые точки должны за этим следить. Я хочу сказать, что некоторые представители торговых точек сами находятся без масок. А, кстати, требования о том, чтобы в том числе водители маршрутных, транспортных средств и в магазинах, сфере услуг, сами находились в масках. Это уже есть во всех инструкциях, приказах Роспотребнадзора. Это уже и нарушение федеральных норм. За все это есть, опять же, вот эта жесткая ответственность. Она распространяется и здесь, от предупреждения до 30 тысяч рублей штраф. И повторно до 50. Алексей Преображенский, начальник государственно-правового управления администрацией губернатора Ульяновской области, еще раз напомнил о правилах личной безопасности в условиях распространения коронавируса COVID-19 и новых дополнениях, внесенных в указ губернатора Сергея Морозова. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Продолжаем тему вируса COVID-19. Оставаться дома в самоизоляции – такой затянувшийся период без прогулок. И свободного времяпровождения для многих стал серьезным испытанием. Выручает вездесущий интернет. Перед ульяновскими IT-разработчиками стоит непростая задача – сделать жизнь каждого человека на период карантина по возможности максимально комфортной и безопасной. Кое-что уже получается сделать. Создаются новые цифровые сервисы и крупные всеохватывающие интернет-порталы. Подробности выяснил мой коллега Алексей Сорокин. «Сидим дома» – такую цель преследовали создатели нового интернет-портала ульяновскдома.рф. Этот портал станет единым каталогом всех онлайн-сервисов, как ульяновских, так и федеральных и международных. Он позволит учиться, работать, покупать продукты, получать волонтерскую помощь, не выходя из дома и многое другое. Данный ресурс будет постоянно пополняться. Подробнее расскажет директор правительства для граждан Светлана Опенышева. Встал вопрос о том, как можно объединить все информационные ресурсы на каком-то едином портале, удобном. И самое главное, чтобы в поисковике можно было очень быстро найти. Николай Фитюхин, руководитель этих компаний, предложил и сразу же зарегистрировал домен ульяновскдома.рф. На сегодняшний день, если мы заходим в интернет, набираем «Ульяновскдома», сразу в первой строке появляется данный ресурс, и можно посмотреть всю интересующую информацию для людей, находящихся тем более сейчас в самоизоляции. Это единственная информационная платформа с услугами и сервисами для жителей региона на период карантина. Но я думаю, что это будет не только в период карантина интересная информация, но и всегда, и не только для жителей города Ульяновска, но и для других жителей Российской Федерации. Здесь хотелось бы отметить, что IT-сообщество объединилось для создания цифровых решений для ульяновцев, чтобы в этот сложный период было максимально комфортно находиться дома. Портал «Ульяновская.РФ» является единым каталогом всех онлайн-сервисов, как ульяновских, так и федеральных и международных. Вот это вот очень хорошо отметить, что работа велась не только IT-компанией, но люди, которые узнавали о данном ресурсе, мы создали рабочую группу, такую небольшую у себя в мессенджерах, и давали информацию, если где-то кто-то о чем-то узнавал, всегда вот эта новая информация дополнялась. И это вот, я думаю, что очень удобно. На этом портале собрана информация о сайтах, которые могут помогать учиться, работать, покупать продукты, получать волонтерскую помощь, не выходя из дома и многое другое. И опять же хотела отметить, что данный ресурс будет постоянно пополняться. А в целом этот проект уникален для Ульяновской области? Ну, я считаю, что да, он уникален, потому что здесь трудятся над данным проектом все. И IT-компании, и представители органов власти, и общественные организации. И вот этот вот ресурс постоянно пополняется. Это вот такая синергия всех возможностей. А можно ли говорить о том, какой процент аудитории охватит этот портал? Я думаю, что чем больше мы будем рассказывать об этом решении, тем больше людей будут пользоваться. Мы смотрим, что даже на начальном этапе более 10 тысяч посещений у нас есть. И с каждым днем аудитория у нас растет. Но бывают и случаи, когда одними электронными услугами не обойтись. Напомним, что с начала апреля многофункциональные центры изменили режим работы. Двери для посетителей открыты лишь по предварительной записи. Кстати, есть и хорошие новости. Жители области смогут оплачивать госуслуги на портале МФЦ дистанционно. Продолжит директор правительства для граждан Светлана Опенышева. С начала апреля все многофункциональные центры нашего региона работают по предварительной записи. Хотела бы обратиться ко всем жителям, что по телефону 37 31 31 можно записаться на получение услуг. Также записаться для получения услуг в МФЦ можно на сайте МФЦ, где можно выбрать удобную для себя дату. Двери в МФЦ закрыты. Когда вы подходите к МФЦ, я бы просила всех соблюдать дистанцию между заявителями не менее полутора метров. Также, когда вы заходите в многофункциональные центры, наши сотрудники проводят обработку рук. У всех сотрудников предприняты меры профилактические по безопасности. Мы проветриваем постоянно помещения. У нас время оказания услуги и перерыв между приемом заявителей достигает до 30 минут, потому что помещения должны постоянно быть проветриваемыми и, конечно же, проведена обработка дезинфицирующими средствами. Также бы хотела обратиться к жителям нашего региона, если кто-то хотел бы получить услуги в электронном виде. Также по телефону или на нашем сайте есть инструкция, как получить услуги в электронном виде. По телефону 37 31 31 можно получить консультацию в получении услуг в электронном виде. Я попросила бы, наверное, быть более терпимых наших заявителей, не возмущаться. Все делается для здоровья и в связи с этим мы работаем только по предварительной записи, чтобы не было скопления жителей в одном месте. У нас многофункциональные центры все крупные, по 44 окна. И если приходят люди на сделку, бывает иногда 5, 6 и 7 человек, у нас может оказаться единовременное оказание людей в одном месте более 50 человек. Для того, чтобы такого не получилось в профилактических целях, чтобы смотреть за здоровьем наших получателей услуг, мы делаем все, чтобы разграничить единовременное пребывание людей в одном помещении. Поэтому я бы просила нас понять, войти в положение. Все услуги мы оказываем, органы власти также все работают. Поэтому мы рады видеть у себя многофункциональных центров. И очень будем благодарны, если заявители к нам будут приходить в гигиенических или в медицинских масках. Вы слушали интервью директора правительства для граждан Светланы Опенышевой. У микрофона Наталья Юкозина я продолжаю утреннюю передачу. Он родился в день православного праздника на Благовещении. Поэтому даже во время Великого Поста у него всегда была возможность встретить свой день рождения за накрытым столом в кругу родных и друзей. И так уже 70 лет. Вот уж воистину только такой хороший человек с открытой душой и сердцем, как Николай Лимаев, мог родиться в такой чудесный день. В этом году заслуженному работнику культуры России, почетному гражданину Ульяновской области Николаю Лимаеву, исполнилось 70 лет. Он также награжден почетным знаком губернатора Ульяновской области за веру и добродетель, памятной серебряной медалью президента России, является лауреатом многих международных, всесоюзных и всероссийских творческих конкурсов. В 2007 году занесен в краеведческую энциклопедию Ульяновской области и в краеведческое издание «На ладонях времени». Уникальный человек, певец-самоучка. Его голос радовал и до сих пор радует десятки тысяч зрителей. В родном селе Федькино Теренгульского района создал овцеводческую ферму. Недавно, под устав, отдал бразды правления сыну. Но руки не сложил. Привык трудиться. Два года назад вошел в состав серебряного правительства Ульяновской области. Так что его концертная деятельность продолжается. Много встречается и с детьми, и молодежью. И не только поет им русские народные песни, и арии из опер и оперет. Но, поскольку недавно он написал книгу воспоминаний, то много рассказывает в молодежно-подростковой среде о своем детстве. Слушайте интервью с юбиляром Николаем Лимаевым. Я помню, меня матушка моя воспитывала, сама говорила, как их воспитывали. Мы говорим, а вот дети не послушны, вот они не слушают. Матушка, за меня-то молилась она все время. Я бы, если, наверное, не ее ремень и молитва, не знаю, что из меня выросла бы, но ведь именно вот молитва матери, это самая сильная. И вот когда дети не слушают, что вот они, а ты, матушка, как лоб-то раз, перехросил, помолилась за него, сходила, попросила, и его, может быть, за собой иногда за руку. Но, наверное, если бы не было во мне вот этого сдерживающего начала, оно бы было хуже намного. Поэтому вот это вот должно быть. Если мы хотим, чтобы и в стране было как-то хорошо, все-таки родители должны серьезными быть. И тот материал, хрусталь тот, алмаз незраненый, который надо, чтобы его огранить, сколько надо труда вложить, тогда он засверкает. Я тут когда встречаюсь с ребятишками, даже вот в садик меня пригласили, книгу-то написал я тут, и вот думаю, ну а что в детском садике, я им скажу, ну, слушайте, книжка, все-таки у меня более-менее серьезная так. И вот они сидят, как воробушки все. Ребята, вот вы помните одно и знайте, что вы все талантливы, все. Бог дает талант вам всем. Это ведь не только кто поет и пляшет талантливый, и их замечают, им хлопают, и вы думаете, что они талантливые. Нет. А вот талантливый повар, талантливый ток, а это же дороже даже любого певца. Представляете, если вот он делает такой блоху, подкует, вот вы кем должны становиться. Поэтому ищите всегда в себе талант. Вот от того, как мы их построим, как мы их поведем, вот то и будет у нас, то нас и ждет. И родители, и государство, и всех. А ребятишки умные, и те, и другие. А уж провожали как. Вот я бы хотел так жить. А чуть подробнее расскажите про книгу, которую вы написали. Книгу я писал долго. Ну, я ее написал вот именно для молодых ребятишек больше. Но писал все, начиная с детства, как мы тогда жили, как росли. И так я в детские годы, а потом школа, армия, работа. У меня интересная была жизнь. Поездки за границу, разные встречи. И хохмы есть там, и смешные истории. Вот даже в предисловии написал, уважаемые соседшественники, советую эту книгу прочесть. Особенно молодым. И желательно им. Я когда писал, то думал не о своей биографии, как себя красиво преподнести. Я думал о молодых ребятах, начинающих жить. Жизнь которых, как сегодня говорят, не фонтан. Ребята, которые робеют, вступая в этот непростой мир. Жизнь их иногда складывается трудно по разным причинам. Прочитав, вы уверуете свои силы. Я считаю, тех лет успеха, это вера, любовь, труд. И чтобы вам не мешало в жизни, эти три кита вас вынесут в самых сложных ситуациях. Ну, выборы, как выбирал, я председатель, религиональной комиссии был, Путина, как встречался с Путиным, как открывали мы фестиваль во Франции, что значит наша культура, вот такая, с позиции не искусствоведческой, а именно вот с позиции простого человека. Я ведь, как говорится, консерваторию не кончал, поэтому смотрю на нашу культуру несколько, как и простые люди все. Но я понял, побывав во Франции, что у нас великая культура, мы великий народ. И я в Европе не видел, во всяком смысле, на Пенсивале мы открывали и мы закрывали Россию. И если другим давали там три минуты, некоторым совсем не давали, то особенно на открытии, то России дали 30 минут. И закрывала наша Россия 25 минут. Разве это не признание? И когда люди ходили за нами толпами, вот это Россия, вот чем я горжусь. Я же еще стихов написал, груду. Такая вот фраза есть. Благодарю тебя за жизнь, за труд, за родину мою, за землю нашу, за тот народ, с которым я живу, которого на свете нету краше. Вот за что. Вот сейчас уже, будучи уже в возрасте, смотришь, как хочется сказать ребятишкам, что, ребят, вот так бы надо. Вот, допустим, пришел я в торговый центр, ну там пиццу заказал, сижу, народу полно тоже съедят, меня поразило всех телефоны, как тычу, и никто ни с кем не разговаривает. И я тут же взял карандаш и написал стишок. Ах, телефоны, телефоны, какая правая ерунда. Сижу сегодня я в Версале, людей здесь много, как всегда, а говорить-то не с кем, братцы. Все, все уперлись в телефон, глядят в него, как будто в святцы. Им всех дороже только он. Ох, земляки, ох, ох, славяне, вы что забились в телефон? Уже ли так вы измельчали, что поместились в телефон? Уже ли души размах скрутился? Культура вышла погулять, когда в свидании молодые лишь с телефонами сидят, спиной к спине сидят и тычут, мне ненавистный телефон. Ты повернись к подруге, Виктор, взгляни в глаза, там счастье звон. Вот это вот мне немножко не нравится. Ну что уж здесь, давайте общаться. Правильно вот кто-то сказал. Этот телефон что нам? Игорь, приобретаешь друзей в интернете и теряешь их настоящих, своих близких друзей. А там у тебя, ну какой может быть друг по интернету? Ну привет, привет, да, ну да, ну и что? А это, когда ты сидишь с ним рядом, когда привичь его эмоции настоящие, выпили чайку, поговорили, и он к тебе зашел, ты к нему зашел, а вот он сидит где-то там. Это все равно, что как чай без сахара пить. Сегодня любимый ульяновский тенор Николай Алимеев, которому 7 апреля в день православного праздника Благовещения исполнилось 70 лет, гость нашего вечернего эфира. Начало в 19.20. Не пропустите. В это воскресенье мы будем радоваться православной Пасхе. Коронавирус нас разлучит по домам. Молиться и обливаться слезами умиления мы будем перед экранами телевизоров. Житель Ульяновска Владимир Конов с этим не согласен. Он просит о смягчении режима самоизоляции. Владимир Конов ветеран воздушно-космических сил. И эта деталь очень важная. Дело в том, что наш земляк хорошо известен как организатор крестных ходов с чудотворной иконой Казанско-Жадовской Божьей Матери. Крестный ход с чудотворной иконой на самолете вокруг Земли пока остается в его планах. Но ветеран воздушно-космических сил верит, что этот план обязательно осуществится. У него накопилось много видеоматериала, на основе которого Владимир создал документальный фильм «Свято-русской земли хранительница». В этом же году он просит благословения, провести малые крестные ходы. Все подробности в этом интервью. Меня беспокоит ситуация в связи с пандемией. Когда у людей вера в Бога крепка, они памятуют о Нем постоянно, они знают, что Он им поможет. Для этого всего-навсего надо быть с Ним, по своему мировоззрению, стать верующим человеком, жить с жизнью нашей русской православной церкви, то Господь обязательно поможет. Так как я являюсь воссоздателем более 30 крестных ходов, как в Симбирске, в Ульяновске, так и в других регионах нашей страны, в том числе и в Москве, то я не понаслышке знаю о том, какой может быть крестный ход и что это действительно духовное лекарство, то есть избавление в данном случае от пандемии либо другого. Когда я провел крестный ход с нашей казанской жадовской Божьей Матерью, мы делали крестный ход в том числе и воздушным путем. После этого крестного хода возникла идея, и мы ее частично осуществили, провести крестный ход вокруг Земли. Поэтому, исходя из этого опыта, исходя из опыта победных крестных ходов в разных ситуациях, боевых и прочих, я написал нашему владыке Иосифу и попросил его благословить проведение крестных ходов на каждом приходе митрополиями, силами отцов-настоятелей, пастом, с охватом крестными ходами соседних деревень, где нет храмов. Далее, я попросил его благословить проведение крестных ходов вокруг своих домов, дач, квартир, мест трудовой деятельности. Далее, я попросил владыку благословить проведение крестного хода во главе с ним в главной святыне нашей митрополии, чудотворной иконой Казанской Жадовской Божьей Матери, по периметру митрополии, воздушным путем или автомобильным транспортом, не дожидаясь планированного крестного хода в июле. Я хотел бы немного вспомнить историю России. Вот, когда Пасха была в 1945 году, довожу до вашего сведения, что Пасха пришла на 6 мая. Знамя Победы было водружено 6 мая и на день Георгии Победоносца. Это не случайно. Господь дал нам знак, что именно он помогал Маршалу Победы Георгию Жукову стать символом Победы. Любые победы в этом мире, любые достижения, избавления от смора, болезни, града, глада, все это связано с Божьей помощью. Поэтому мы не должны об этом забывать. Потому что когда началась пандемия, то в храмах людей стало меньше. То есть, кроме лекарств, которые дают нам врачи, у нас есть духовная лечебница. То есть, русская православная церковь и те средства, которыми она используется. И для лечения душ это в первую очередь крещение, соборование. А вот, кстати, многие люди не понимают, что такое соборование. То есть, они считают, что когда человек умирает, вот какой-то обряд совершает священник, это и есть соборование. Это не совсем право. Соборование нужно делать периодически. Вследствие этого обряда снимаются наши забытые, нераскаянные грехи. И люди смертельно больные часто после того, как проходили этот обряд и каялись, они оставались живы, на удивление врачей, которые их лечили. Как бы я реально могу укрепить веру наших слушателей, моих земляков. В предыдущую Пасху я был приглашен в Черногорию, Протереем и Ованом. Протерей знает 500 лет историю своих предков. У него в основном были монахи, священники в этом роду. Когда НАТО напало на Сербию, его родственник был министром обороны в Сербии. То есть это род очень известный в Черногории. Он благословил меня приехать для презентации моего фильма «Свято-русские земли хранительницы». Фильм «Свято-русские земли хранительницы» сделан. Его вот такая основа, «Камень веры». Это наш крестный ход, материал нашего крестного хода, сказали с иконой казанской жадовской Божьей Матери 2005 года. Фильм сотворен с целью пробуждения людей к Богу, подъема русского народа с колен по молитвам десятых монахов, священников, мирян, на основе воссоздания крестного хода 1848 года. Этот фильм азбука организации крестных ходов, в том числе и воздушным путем, как монастырь на колесах. Из отзывов на фильмах. Фильм потрясающий, живая проповедь, великий урок, вера, надежда, любви, подлинный шедер, духовная жизнь русского народа для многих поколений наших потом. При аудиозаписи фильма замироточила икона нашей казанской жадовской Божьей Матери. Она замироточила у меня еще 10 лет. Фильм по отзывам лечит и физически, и духовно. Владимир, сегодня Страстная Пятница, один из самых тяжелых дней вот этого Великого Поста. Что вы можете пожелать нашим православным радиослушателям накануне Пасхи? Дорогие братья и сестры, Страстная неделя, она самая тяжелая. Поэтому я желаю верующим в нашей Митрополии пройти достойно эти оставшие несколько дней и с губочайшей радостью встретить Пасху. Я уверен, что по нашей молитве, нашей соборной молитве, нашей молитве с верой глубочайшей, то, что называют пандемией, уйдет в прошлое, мы, надеюсь, забудем об этом времени, как это было тысячи раз в истории Святой Руси. Храни всех нас Господь. Вы слушали Владимира Коннова, ветерана Воздушно-космических сил, организатора крестных ходов с чудотворной иконой Казанской Жадовской Божией Матери. Вот и все на этот час. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и окружающих. До свидания. Ваши поздравления. 18 апреля 90-летний юбилей замечательного человека, врача Алисы Федоровны Кондратьевой. Вся ее большая трудовая жизнь была отдана служению людям. Вначале врач-педиатр, заместитель главного врача Сенгелеевской районной больницы, затем заместитель главного врача областной клинической больницы. Основной большой отрезок времени это работа крупным руководителем в областном отделе здравоохранения Ульяновской области. Ее вклад в развитие медицины Ульяновской области неоценим. Это уникальный человек, высочайший профессионал, один из создателей медицинской статистики в области, человек большой культуры, доброты, удивительного чувства юмора и оптимизма. Ее последователи и ученики работают практически во всех лечебных учреждениях области. Алиса Федоровна имеет большое количество почетных званий и наград, но главная награда это любовь и признание людей, медицинской общественности, всех, кого судьба свела с этим удивительным человеком. Уважаемая Алиса Федоровна, с юбилеем, многие лета вам, вы очень любите жизнь, пусть же в этот день для вас прозвучит замечательная песня «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Марка Бернеса. Ваши многочисленные ученики и последователи. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано Ширь земли и равнина морская Известно давно Бескорыстная дружба мужская Звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь ты знаешь, что это такое Есть любовь у меня Жизнь ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Полумрак поцелуй на рассвете И вершина любви Это чудо великое Дети Вновь мы с ними Пройдет Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внук Потом Все опять Повторится Сначала Ах, как годы летят Мы грустим Седину Замечая Жизнь Ты помнишь солдат Что погибли тебя Защищая Так лекун И вершись В трубных звуках весеннего Гимна Я люблю тебя Жизнь И надеюсь В этом взаимно Редактор субтитров